Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в небольшом микрорайоне города Тюмени и расскажу вам о том, как небольшое кафе Сити Пицца выжила в пандемию и как сейчас продолжает расти и развиваться. Давайте зайдем и все узнаем лично. Расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, как случилось, что вы открыли свою пиццерию прямо совсем накануне такого мероприятия, как пандемия. Как вообще для вас это было неожиданностью? Как вы выходили из этой ситуации? На самом деле мы открылись 20 февраля, и у нас было наоборот фееричное настроение, потому что дата красивая, 20.02.2020, и мы верили в то, что чудо будет наоборот на нашей стороне. Но чудо случилось. Вы же не знали о том, что чудо будет? Конечно нет, поэтому мы и верили в чудо. Но так случилось, что мы месяц проработали, у нас были заняты столики, к нам приходили гости, мы их радовали, уже получали обратную связь, и потом раз, и на нас обрушилось это несчастье, которое закрыло двери, и нам пришлось думать, что нам делать дальше. И вот мы установили у себя приложение UDS, и стали его использовать не только как электронная карточка с 6% кэшбэком, а еще и начали использовать его как интернет-магазин. 28 марта нам сказали закрыть двери. Двери закрыты, соответственно, как мы будем работать? Мы начали думать, как мы можем это сделать. И слава Богу, на тот момент мы уже знали о том, что такое приложение UDS, и знали о том, что внутри него можно сделать интернет-магазин. Расскажи, пожалуйста, за вот этот период с 28 марта по 14 июля, когда все было закрыто, как вы вообще работали? Что UDS дал вам в этот момент времени? Сначала мы сделали прайс, завели, сделали качественные фотографии, и потом, когда гости наши начали им уже пользоваться, мы, я сейчас покажу по статистике, сколько клиентов у нас сейчас вот эти фильтры уберу, и всего у нас, получается, было оцифровано 3600 человек. У нас получается, что за этот короткий или для кого-то короткий, для кого-то длинный промежуток времени было оцифровано 915 человек, а из общей базы это третья часть, и, соответственно, они сделали для нас... Товарооборот почти в миллион 100 тысяч рублей, да, это вот именно за момент пандемии. Лен, расскажи, пожалуйста, о том, как вы вообще, значит, как вы привлекали клиентов, и как вы работали в условиях закрытых, да, то есть когда была сама пандемия, через UDS. Вы использовали его как интернет-магазин? Мы использовали его как интернет-магазин. На пешеходном нашем трафике мы находимся напротив магазинов, здесь рядом Пятерочки и Магнит, мы на окне сделали брендирование, разместили наш QR-код, люди мимо него ходили, и была такая надпись приметная, что можно потратить до 50% именно здесь, и, соответственно, люди могли его отсканировать. Также и уже при его сканировании попадали внутрь нашего приложения, переходили в прайсы, могли уже делать, выбирать себе покупки, соответственно, осуществлять их. Дальше они нам ставили оценки и писали соответствующие комментарии, нравится им это или не нравится. Мы понимаем, что окно начало работать и начали эти же разные промокоды делать. Сколько принес промокод просто вот с улицы, тот промокод, который висит у вас на входе? Промокод с улицы. Есть какая-то цифра, которую ты можешь озвучить? Да, 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 да. Вот у нас написано окно, 38 человек у нас его отсканировали, 25 сделали покупки и принесли в кассу 73 тысячи рублей. То есть получается что-то такое, можно сказать, что такой входящий трафик, просто с улицы ребята шли, да, отсканировали и пришли к вам? В другом филиале, немножко побольше, там уже 173, сканировали 135, сделали покупку и почти 200 тысяч у нас показались в кассе. Лен, расскажи, пожалуйста, о том, как вообще вы коммуницируете сегодня с клиентами и помогает ли система UDS вам как-то, ну не знаю, там какую-то получать адекватную обратную связь в моменте, возможно, отрабатывать какие-то возражения? Ну, всякое же может быть, потому что клиент может быть как доволен, так и недоволен. Конечно, я сейчас покажу, вот есть даже такая функция, которую мы можем просто нажать и показать обратную связь. У нас средняя оценка 4,9, но мы же живые люди, однозначно, что есть какие-то косяки в работе. У нас есть как единицы, так и двойки и тройки. И, соответственно, мы быстро просто в моменте реагируем на них абсолютно сразу же, я пишу ответ. Есть какая-то интересная, может быть, история такая показательная? Ну да, я могу вспомнить такую историю, когда мы три раза коммуницировали с одной девушкой. Вечером как-то мы приготовили ей заказ, и он ей не понравился. Она пишет у нее в приложении о том, что не понравилось, но вечером уже перед закрытием переделать мы его не могли. Я ей пообещала, что утром все будет идеально, все будет выполнено. Приносим ей утром уже заказ, ей снова он не нравится. Я понимаю, что сейчас я либо ее потеряю, и все, она у нас больше не придет, а живет она в том доме, где мы работаем. Либо мы еще раз идем к ней на встречу. Но теперь я уже не верю словам, говорю, покажите, пожалуйста, мне, снимите какое-то фото, видео и так далее. Она высылает видео, на котором, в принципе, я не вижу ничего плохого, она видит. И еще раз мы делаем ей заказ по ее желанию. Относим. И вот уже потом она пишет, как все замечательно. Самое главное, что мы могли посмотреть, сколько она рекомендаций сделала. Еще шесть человек пришли по ее рекомендации, что очень замечательно. То есть вы в моменте могли исправить ситуацию и развернули клиентов в свою сторону. Лен, расскажи, пожалуйста, вообще, какова глубина рекомендаций на сегодняшний день сарафанного радио, да? И сколько на сегодняшний день уже отцифровано вами клиентов? Это получается за период, сколько? За пандемию непосредственно. 3 360. Это за 9 месяцев работы системы UDS, да? Да, да, да. А глубина какая на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас глубина уже 9, но на ней еще только 1. Сейчас покажем. Есть какая-то цифра, которая... Да, мы сейчас с тобой можем это посмотреть. Также очень все легко. Мы можем посмотреть, что за все время работы у нас 300... 3600 клиентов и оплатили в кассу столько. Почти, да, 4 миллиона рублей. А можно посмотреть еще другую цифру, когда мы можем сказать, сколько именно сарафана к нам пришло. То есть со второго уровня рекомендаций. И мы видим, что у нас со второго уровня это 665 клиентов, и они почти 470 с небольшим тысяч принесли в кассу. То есть это фактически можно сказать, что если бы... Четвертая часть. Потому что UDS это не единственный источник. Есть, конечно, и другие также сервисы. То есть 50% клиентов на сегодняшний день используют систему. Да. Значит, за все время работы мы оцифровали 3650 человек. И в кассе нашей почти 4 миллиона рублей. И это всего лишь 25% наших гостей принесли нам выручку в кассу. А фактическая скидка сколько получается? А фактическая составила всего лишь 2%, что тоже не может не радовать. Благодаря UDS есть такая возможность вообще отследить, насколько эффективны разные источники трафика. То есть у вас есть QR-код на улице, QR-код на коробках, ну и так далее. Разные QR-коды в приложении. Расскажи, может быть, какие-то интересные случаи или показательные случаи, какие источники трафика вам сегодня в большей степени генерят товарооборот? Да, Катя, это на самом деле так. Именно так. И как только мы начали работать с UDS, один из моментов, который тоже привлек мое внимание, раз я маркетолог, и раньше мы не имели такой возможности. Мы ставили колл-трекинг, например, ну это одно, это на звонки, к примеру. А здесь мы уже ставим промо-код на любую абсолютно листовку, на любую деятельность, которая носит рекламный характер. Где бы нас увидели люди, и я могу уже отсюда судить, где мне лучше находиться. Как работают листовки? Вот первый самый QR-код был нанесен на листовки, и вот он отсканировали с листовок, 135 клиентов стали нашими гостями, а 70 уже совершили покупки, и 98 тысяч они принесли в кассу. Это тоже нам очень нравится. Наклейка на коробке, 556 человек отсканировали, 266 пришли и купили больше, чем на полмиллиона. Это тоже не может не радовать. Соответственно, есть, конечно, такие источники, которые я просто убираю. Я вижу, что они не работают какие-то, просто пробую их и убираю, меняю. Те, которые работают, я их сохраняю, конечно. А были какие-то такие источники, на которые ты там, не знаю, ставила ставки, да, или думала, что вот он такой, например, классный инстаграм, да, условно, а по факту, ну, прибыли ноль. Ну, смотри, инстаграм у нас тоже есть, но в инстаграм мы поставили именно ссылку, которая тоже ведет на наше приложение, на наш прайс внутри UDS. Сам инстаграм действительно ничего не продает. Там что можно сделать, это просто увидеть какую-то красивую картинку, поставить лайк там, ну, кто-то может написать о том, что я хочу там к вам прийти, а работает ли доставка. Ну, какие-то такие бытовые вопросы. А именно ссылка, которую мы разместили внутрь инстаграм и написали оффер, что 100 рублей получите при первой покупке, разместили ссылку, которая ведет непосредственно в интернет-магазин. Вот именно она к нам привела 327 эффективных наших гостей, которые более чем на 700 тысяч сделали покупки. Это очень даже хорошо. Но больше всего мне радует непосредственно само приложение, которое уже на нас работает, потому что внутри него люди ищут по каким запросам, может быть доставка, может быть пицца, может быть роллы, и уже попадают к нам внутри самого приложения. Присоединяются, да? Присоединяются, и мало того, они сделали нам выручку больше, чем те люди, которые пришли к нам по листовкам. С помощью приложения UDS можем увидеть, насколько эффективен этот наш гость, сколько покупок он в течение определенного периода времени совершает. И вот сейчас мы можем выделить, что гости, которые совершили покупок у нас от 10 и более, их 139 человек. На сегодняшний день у нас уже есть наши лояльные постоянные гости. Есть такие, которые сделали уже более 10 покупок, и они принесли нам в кассу 1 300 000. Мы их очень любим и ценим за это, конечно же. Это, получается, ваши постоянные клиенты, лояльные клиенты. Сколько их процентов получается в процентном соотношении? 30%. Это ваши постоянные клиенты.